ребята всем привет хочу сегодня показать как я устанавливаю кольцевой механизм в общем-то ничего нового нету ничего нового наверное я не скажу но тем не менее вдруг вам что-то пригодится значит за все время своей работы с планерами я выявила два положения два положения кольцевого механизма это на торцевой части на корешке до когда он 100 остановится на корешок и блок располагается прямо посередине и на задней части планера на крышке до когда кольцевой механизм становится на заднюю крышку и тогда блок располагается прямо на задней крышке но в чем отличие да мне как пользователю до больше всего нравится вот этот вариант когда кольцевой механизм располагается на задние крышечки на тогда это на мой взгляд это гораздо удобнее чем когда он располагается по центру ну расскажу почему допустим вот вы берете планер вот я взяла его в руки да вот держу открываю да и у меня странички они находятся все вот как бы в стопочке да в отличие от того когда открывается планер вот по центру да то есть по центру он не получается весь в стопочке он получается такой вот дугой то есть я не хочу сейчас переставлять но если переставлю то получится так вот немножко не так как они но может быть на доли на какие-то доли комфорта то есть это конечно не критично но для кого-то может быть это станет основным фактором для выбора какого-то планера да то есть вот такой вариант мне нравится больше здесь есть один минус чисто визуальный да здесь на корешочки нету вот этих вот декоративных винтиков да которые собственно являются фурнитурой планера делания это же подчеркивают конечно же украшательство да определенная то есть там где у нас подвесочки есть тут еще есть и вот эти пимпочки конечно же они придают а некую красоту вот но здесь тоже как бы ничего но вот все-таки тот вариант мне нравится больше как пользователю да как планера девщику я не знаю как называется вот когда делаю планер мне конечно больше нравится в середине чисто визуально но пользоваться я бы хотела первым вариантом но поскольку насколько фломастеров столько и цветов поэтому на есть любители и такого расположения механизма и такого да вот но в данном видео сегодня это я уже уберу в данном видео у меня есть планер которые вернее обложка до которая поедет в германию и мне надо сюда установить а вот такой вот кольцевой механизм но поскольку с заказчиком я не обговаривала где именно будет находиться план этот кольцевой механизм я по умолчанию поставлю его в середину да вот стоять он у меня будет вот здесь у серединки несмотря на то что здесь у меня есть вот такая вот детали для подвески и она серебряного цвета вот в данном дизайне в данном дизайне вот этого планера у меня сочетаются два цвета фурнитуры да здесь и стальной цвет и золотой цвет и в принципе мне как бы очень даже понравилось когда и такой цвет и такой цвет есть по умолчанию я поставлю насчет механизм по центру поскольку но мы ни с кем не обсуждали с заказчиком где будет находиться механизм я поставлю его туда где он визуально на мой взгляд будет смотреться значит там обычно ну что можно взять конечно же просто приложить механизм просто взять карандашик и продырявить отверстие но я себе сделал такую заготовочку то есть даже если у меня нету механизма его не достаю да я могу заранее поставить себе вот эти вот винтики знаю что здесь у меня будет механизм я вымерила просто вот эти вот отверстия до одно второе сделал себе и качи поэтому в принципе я сейчас так и буду поступать если у вас нет ли кальчика ну конечно вы можете приложить кольцевой механизм и наметить себе отверстие на корешочки или вот на задней крышечке по идее наверное лучше мне будет видно с этой стороны потому что отмерять ничего не хочу линейками да тут и миллиметры эти вымерять это занимает тоже время поэтому я себе сотворила такую вот штуку значит сейчас я просто намечаю карандашиком или фломастером кто чем до отверстия вместо отверстия чем продырявить но прежде всего конечно это может быть самый простой дырокол с молоточком ну я им пользовалась и очень даже успешно дело в том что мне не всегда удается стучать потому что у меня этаж посреди этажей и внизу у меня соседи этим ремеслом я занимаюсь вечером иногда даже за полночь поэтому не всегда удобно вот это применять дальше крок роб да он имеет определенное отверстие вот здесь и если я использую кожу то у меня не всегда как бы вот в это отверстие заходит весь бутерброд но в данном случае он заходит потому что это кожзам но до моего до моей ответки до моей отметки он не дотягивается да то есть вот у меня отметка здесь а его последняя дырочка вот здесь то есть последнее положение то есть это вот и рычажки они все как бы вот они у нас от отогнуты на максимум но тем не менее до положения которое мне надо он не доходит поэтому вот у меня с моей работы давно валяющийся такой вот дырокол он имеет несколько вариантов отверстий вот это вот такое солнцеобразная лучеобразная конструкция это диаметр дырокольчиков от самого большого до до самого маленького вот поэтому в принципе универсальная вещь и достаточно удобная и шаг вот здесь вот у нее в принципе больше чем у кроподаева поэтому вот пользуюсь я этой штукой во первых это тихо вот единственный минус да поскольку он у меня уже такой старенький он они про не пробивает и прямо весь бутерброд вот так вот на щелчок знаете у меня есть вот погрешность такая которую мне приходится тут вот срезать но внутренности но я не считаю это небольшим не до 100 большим недостатком и спит не коробят вот так что таким образом я устанавливаю отверстие посередине по своим намеченным точечкам лекальным и теперь я поставлю верхнюю есть есть винтик да и есть такой вот не знаю дюбель в общем эта вещь которая дюбель она ставлю я ее на лицевую сторону а то которую для отверточки эту я ставлю на изнаночную сторону потому как но отверточка с этой стороны лицевой будет некрасиво смотреться вот вот таким вот образом я устанавливаю дюбель и хорошенечко прижимаю вот эти все свои материальчики до которые у нас выползли но осталось дело за малым да вот я установила свой механизм ну что берем отверточку берем винтичек который имеет прорезь для отверточки вставляем и закручиваем 1 и 2 думаю что все у вас должны получиться идеально в принципе конечно же можно иметь просто использовать постоянно вот кольцевой механизм прикладывать но в процессе когда допустим вы делаете обложку но у вас нету кольцевого механизма то есть они у меня лежат других ящиках но обложкой должна сделать и как бы зарезервировать и и поэтому я сразу же просто беру и намечаю себе здесь дырочки и потом мне уже не надо сидеть и вымерять там эти миллиметры когда-то я пользовалась даже отверточкой линеечкой там вымерялась здесь вымеряла посерединке и так далее чем как бы тратила но больше времени чем просто я прикладываю свой лекарь чик и делаю от эти отверстия да то есть у меня вымерен строго по моим а мер очкам которые я делаю постоянно один тот же размер на 5 формат поэтому вот с таким а подсобным инструментиком достаточно легко работать вот значит закрутили свои винтики дальше я вот пальчиком прихватывала с этой стороны винтик и как бы дотягиваю до конца до чтобы он хорошенечко не был дыхался на чтобы таких вот каких-то звуков приближащих не было и здесь также захватываю пальчиком да и закручиваю хорошенечко отверточкой но старайтесь так чтобы отвертка не спрыснула не соскользнула да иначе конечно же здесь будет сразу же царапка вот хотя и сами механизмы бывают такие что может за голову хватаешься дашь я отверточкой протру все свои отпечатки пальцев чтобы на всякий случай но человек как бы но это не очень эстетично но тем не менее чем такой нюанс на вот но и в принципе все сюда можно ставить разделители вешать обратно подвесочку вот и таким образом так часа возьму разделить ну вот девочки теперь я могу открыть кольцевой механизм и спокойненько поставить разделители до разделители планер но девушки планер не нужен ей нужны только разделителя так поставим их наверное какой может быть этой девушкой и таким вот образом мы с вами установили кольцевой механизм все у нас красивенько все у нас ровненько придало конечно же изящество вот но общему оформлению да мне нравится здесь более все таки удобнее да так что ну вот я поделилась вот такой вот там фишкой как али кальчик кому она эта идея зашла пожалуйста пользуйтесь облегчайте свой труд имейте много заказчиков и работайте с удовольствием всем пока пока пока